всем здравствуйте всем добрый вечер сегодня мы будем с вами играть ведьмака дата кто за анонсиками следит для того это не новость я сейчас быстро проверяю идет ли у меня трансляция и не отлетели ли аккаунты и мы начнем порядке кстати уведомление трансляции не пришли опять и удивительно если честно так ну все что орет ведьмак надо тише сделать поток идет здравствуйте здравствуйте ово ой забыла стримера маленьким сделать ну сейчас просто нельзя альтаба цена вот этом загрузочном экране иначе у меня потом ведьмак ломается целиком и полностью ой ого господи да у меня все уже простите вот у меня просто активная была переписка пошел отменять подписку бусте идите идите так все можно так что я сегодня как-то левее сижу ну ладно да здесь же я даже вот и не знаю я вспомнила что она ждет надо будет манекен и бич собачьи носы герой что в мире решил стать странствующим рыцарем так по звуку вроде нормально шутки в сторону я тут работаю а то я больше чату не доверяю еще сейчас буду стрелять против райн фарма из ад видел его минуту назад страшно занят набивает себе нос и штык вроде как чтобы сосредоточиться это наверное не по правилам кто нильдгарцу запретить послушать хочу тебе кое-что сказать состязание что солнце будет светить глаза девочка без разницы ну приятного в этом раз уж тебе все равно ждать сыграй со мной выиграешь я с тобой поменяюсь и уже не солнцем не помешает ну ладно я только за я нет только надо громче сделать партии будет надо да 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 sister Я зачитывать на всякий случай не буду, а то знаете. Блин, какая музыка красивая. Да что же вы так всего боитесь? Предупреждения прилетали? Нет. Но я боюсь предупреждений. Поэтому на всякий случай я очень тщательно контролирую свою речь. Какой-то, говорится, береженого бог бережет. А 60 в гвинты завезут сегодня? 69? Не знаю. Не уверена. По какому поводу не уверенность? Но мне маткап сказал 69 не делать без ставок, поэтому... Каких ставок? Но он мне донатил, чтобы у меня 69 получилось. Чтобы я победила именно в последнем раунде 69 очками. И он типа донатил мне потом. Была сделана ставка. И мы 3 стрима пытались 69 сделать. Один раз у нас получилось, но нам поставили шпиона. Второй раз еще что-то. И в общем, да. Было весело. Было весело. Я душнила, да. Я могу завершить, но нет. Деньги, пыль, игровой азарт. Вот истинное топливо жизни. Поздравляю, давай тогда меняться. Время быстро прошло. Сейчас уже появится госпожа Евиен. Я пошел. Сейчас начнется мое первое состязание. Удачи. Давай, давай. Блин, я боюсь это состязание со скачками, где надо манекены бить. Здравствуйте, здравствуйте, Дезер. Покажите тетрадь, пожалуйста. Нет. Привет вам, благородные рыцари. Мне выпала почетная обязанность стать покровительницей турнира. Сражайтесь достойно, дабы я могла почтить одного из вас наивысшей наградой. Вы принесли торжественную клятву, укрепили свое тело и дух. И вот настал час выйти на арену. Перед вами Хорм Акерспар, принц Мехта. Брат его императорского величества и первостатейный смельчак. Расчехляем мышку. У меня какие красные, да? Половину всех целей ведьмах убирает стороне. Суждено ли ему выиграть и терпеть поражение, как мною? А все, все. Я просто думала, вдруг это еще какие-то долго слишком экраны думал потухнуть. Геральтом в пухе прах разгромлен противник. Да. Повержен, будто бы он грешник, богопротивный. Ну, не прямо, что ли? Опа! Что, это мне арбалетик мой? Жесть, с гербом. С семейным, фамильным. Вот награды, рейтель. Арбалет с твоим гербом. Поздравляю. Благодарю, госпожа. Ну, ля-ля. Арбалет Геральта из Ривии. Мне показалось, или у него сейчас грудь по физике колыхнулась? Возможно, показалось. Ну и что? Уважаемый стример, как вам блондинчик этот подраненный? Не, не в моем вкусе он. У него голос прошки, он хорош. Но он нет. Да, что вы говорите? Так ты, в каком-то смысле, тоже победа. Прими мои поздравления. Благодарю. Хорошая работа. Я тем временем узнал, какой шатер занимает госпожа Вивьена. Может, найдешь там какие-то следы? Ты прав, на Вивиене лежит какое-то проклятие. Я почувствовал это, когда она открывала турнир. Значит, не будем терять времени. Пойдем. Да, идем. И то у него голос здесь такой обыкновенный. Вот когда он прошку озвучивал у него, был вообще прям великолепный. Вы тогда не были с нами еще знакомы. И он когда озвучивал кота, это вообще что-то. Он так мурлыкал. Такой у него был говор кошачий. Просто бесподобно. Загляни внутрь, а если кто-то подойдет, я за ухо и усовой. Ты лучше котикам помурчи. Нашел мне твои совы. Мур. Да я поняла, что вы с собой притворяетесь. Сырочек. Винишко. Цветочек. Те оставлю, а то если все забрать, сразу поймут. Да исключительно темно-зеленая и золотая. Видно, не только иен помешан на цветах. Нейзанская соль. Из нее делают компрессы. Кто-то идет. Быстрее. А У-У где? Ты же говорил, с собой притворишься. Ты должен был заухать. Позже поговорим. Идем скорее на турнир. Второй этап уже начинается. Господа, чего вы ищете в шатре дамы? Вдохновение? А ну пошли вон отсюда. Даму, может быть, ищем. Я ужас на крыльях ночи. Что вы там делали? Страшно, стримлер? По вопросам турнира, ничего особенного. Перейти ко входу... О нет, на маршрут для всадников. Чат. Маршрут для всадников. Сколько лошадей. Все кольчужные, а моя платвичка налегке. Блин, надо было сохраниться. Их краёв, все с великой охотой. Пребывают потешить себя благородной работой. Проверим же, все ли участники с нами. Их имена воспевать мы готовы гадать. Вот у них у всех лошади однотипные. Сейчас мою платвичку увидите. Рыцарь-княгиня Анариэнты. Тельвин из Крижон. Крафталис из Дорнда. Анси. Принц Ливии. Вот она, красотка. Привет, здравствуйте, Саша. Ну, напоминайте, я что буду нарушать. Да уж, будьте добры. Прежде чем время стремительно... Отнимать зрелище, хлеба и зрелище у людей. Пусть слушают. Пока не вышло время, успейте все решить. Проехать все ворота. Пять целей поразить. Чтоб с каждой сбитой куклой... Ага, ага, еще что скажешь? Я ни в одну не попаду. Выстрел, добавит их опять. Ой, теперь-то все ясно. Как ты смеешь участвовать в турнире для благородных рыцарей? Моя мать, королева Лирии и Ривии Мэва, произвела тебя в рыцаре. А ты бежала за ее войско через несколько дней. Твое участие в этом турнире оскорбляет меня. Мой бедный. Видишь, кем мы пошенебельные отличие от тебя? Иди отсюда. Миро-дивиенно, что вдохновит вас с тобой непременно. Привет вам, доблестные рыцари. Пусть моя милость ведет вас, указуя дорогу чести, мужества и славы. Та иди уже отсюда, ходит она туда-сюда. Соревнования где мои? Быстро мне соревнования сюда. Я думаю, на чем играть. Если стрелять нужно по мишеням, то точно на клавомыша. Я на клавомыша не то чтобы великий ездок. Ладно, попробую. Стрим подлагивает. Попробуйте на твиче посмотреть. У меня все в порядке. Если на ютубе лагает. Можно еще на вк-плее, можно shift ускорение, да? Ну как обычно, я не сомневалась даже. Ты видишь, мастер-ведьмак соревнуется. Я, кстати, еле заметила эту мишень в последний момент. Держу в курсе. Иди в жопу со своими фигурками. Да. Не, ну время, наверное, когда целиком выйдет, тогда мы проиграем. А так? Хорошо, вот сейчас. Так как? Ну как? Патва, давай прибавь скорости, прошу. Вот сейчас точно попаду. Ну да. Не, ну чат, мы выиграем. Рано или поздно. Туда-сюда можно? Я надеюсь, это быстрый путь. Мы не выиграем, чат. Не, мы не выиграем. А как это выиграть? Это невозможно. Интересно, а если просто ехать? Я не знаю, как это выиграть. Рот закрыл. Неудач. Нет никаких неудач. Здравствуйте, Харунджи. Вообще-то это изи, но нужно попривыкнуть. Овец, руби, вдруг засчитает. Я не знаю, как тайминг, когда именно нужно ударить мечом, чтобы мне засчитали. А еще мне неудобно ускорять плотву на шифт. У меня нет привычки. Все, мы сидим здесь часто. Это я тайминги пытаюсь понять. Ну вот, что сейчас было? Вот оно же... Почему? Рука, ускоряй жопой своей. Давай там ход. Опять детей пугает. Да? Мне все равно на этих детей. Я не могу ни по одному манекену попасть. Ну что, ну-ка. Ну как, чак? Я уже вплотную подъехала, он все равно не в силы. Может, по детям проще будет? О-о-о! Видели, видели? Я прям буду вплотную к нему подлежать. Прям упираться плотвой. Ну-ка. Ага. То есть тут даже замедление времени есть. Точно так же, как и там. Хорошо, но мне это не помогло ничем. Ладно, допустим, по этой тропинке. Может, здесь тоже стрелять второй раз придется. Отлично. Отлично. У меня, кстати, болит мизинец на шифт нажимать. Я уже рассказывала, что у меня коротенькие пальчики, и мне тяжело. Пошел в жопу. Я не знаю, как это делать. Я не понимаю. Ну вот оно же по нему. Ну, это клевета. Лоша клевета. Подсужено. Вот когда не стараешься, оно получается. Когда стараешься, не получается. Но мы победили, по-моему. А, нет. Смыска? Лежи. О, ура! Там чат весь ликует. Шевелись, плотва. Великолепная езда. Наездик приз, добыл по праву. Он настоящая звезда. Чтоб почтить нам героев и рыцарей славных. На Перу веселиться. Здравствуйте. Месяц исправно. И гостей угощаем отличным вином. Все на праздник. Бегом. Здравствуйте, Twitch. У меня дела прекрасно. У вас как? Может, слишком быстро подъезжаете? Я не знаю, как это работает. Я вот когда от балды била дважды, вот у меня получалось. И когда старалась прям попасть, не получалось. Ну, так-то. У тебя примерно 5 секунд замедления, но это неудобно. Мне не понравилось замедлением бить. Легендарный удар. О, нет, фу, нет, я не хочу такое. Мне не надо такое судьбое. Что они все так тихо разговаривают, а? Мальчишество? Что? Поздравляю с прекрасной победой. Это было невероятно. Я уже не жалею, что сам не смог участвовать. Почти. За это надо выпить. Идем на пир. Подождем Вивиенну вместе. Согласен. Можно блондиночку. Она, кстати, тоже не в моем вкусе. Мне больше нравится эта княгиня. О, какие красивые фонарики. И что скажешь о Вивиенне? Красота необычайная. Я не это имею в виду. Еще рано делать какие-то выводы. Я выяснил, что она использует сильные маскирующие иллюзии. Это значит, что на самом деле она может выглядеть совсем иначе? Это только домыслы. Ничего себе. Вивиенна еще не скоро появится. Давай выпьем. За Вивиенну. Было бы забавно. Ты сможешь ей помочь. Если бы вот я сейчас выпила, это бы повлияло на последний турнир, в котором мы бы в полупьяном состоянии и сражались бы с противниками. За Вивиенну. Когда я впервые ее увидел, то понял, о чем говорят все эти прекрасные стихи и баллады. Любовь не только поэзия. Иногда она бывает отвратительно-прозаической. Ты говоришь так, потому что не знаешь Вивиенну. Жизнь с ней была бы райской сладости. Ты и сам-то ее как следует не знаешь. Ну, какие же у нас очки великолепные? Я прям не могу. Как мы стильны. Твое присутствие на турнире оскорбляет мою честь. Просто. Я требую удовлетворения. Ну, это не ко мне. Это в этот... В дом любви. Мы с Геральдом. Блин. Я вызываю тебя на конный поединок на главной арене. Ну, хорошо. Если тебе это так важно... Только давай на мечах, на кулаках я не очень люблю. Стой, ты только пожалеешь, что дезертировал из войска моей матери. Ну, как скажешь, друг. Смоет пролитый мной кровь твою трусость. В конном поединке? По-быстрому. Три, два, один. Один. Ты что, драться на конях? Это же вообще... Какая-то крэйзи вещь. А, видел я? Натренировалась на этих, на манекенах. Так я по нему попала, подсужена. А ну-то мы будем сейчас три дня и три ночи соревноваться. Чет-то, чекайте. Блин. Да хорош, ложная игра, да че? На, получи. Не знаю, за какие грехи, но боги покарали меня поражением. Да? Только не думай, что твоя трусость будет забыта. Ага. Зараза, ты опять за свое? Давай разберемся, раз и навсегда. Я должен был покинуть лагерь твоей матери, потому что один человек ждал моей помощи. Я не мог и не хотел ему отказать. То есть, ты отправился с тайной миссией, присягнув никому не открывать ее сути, пока не достигнешь цели? Ты что, настоящий рыцарь чести? Не считая присяги и того, что я по-прежнему не хочу открывать сути этой миссии. Такое объяснение тебя устроит? Ты согласился выйти против меня и вел себя по-рыцарски? Я принимаю уверение человека чести. Я рад. Теперь я вернусь к работе. Стримлер машины убийств битва двух пепек. Не, ну, вы видели, как я это все? Это те два манекена, которые на трассе мы встретили, они натренировали мне скилл. Мне, кстати, жарко. Мне было вот холодно перед стримом, я замерзла. Я надела свой, надела свой теплый костюм и теперь мне жарко. Я хотел сказать, оделась, но вышло как вышло. Это прекрасный праздник. ДОБЛЕСТИ И ЧЕСТИ И ВАС ИСТИННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ РЫЦАРСКИХ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ Однако часы сражений должны сменяться временем мира и покоя. Поэтому я приглашаю всех участников турнира на устроенный в вашу честь праздник. Если же кто из вас захочет уединения, для каждого приготовлен шатер. Завтра состоится общая битва, во время которой каждый сможет покрыть себя славой. Лучшему из вас выпадет честь сойтись в поединке с чемпионом, со славным Грагуаром Дагаргон, победителем прошлогоднего турнира. Веселитесь на славу, но помните об испытании, здоровый, что ждет вас завтра. Всем привет, здравствуйте, Сарио. А, это бухлишко помогло. Ну, блин. Два манекена и два удара по нему. Совпадение? Не думаю. Иди за ней. Встретимся в твоем шатре перед испытанием. Помоги ей. Отсылка к Игре Престолов? Да? А, и не то, чтобы знаток. Так, здесь можно в гвинт поиграть, судя по всему, и выиграть карту, клянусь счастью, разбойников бить, громить, гнать до самых границ княжества. Ведьма, будь рассудителем. Сударь. Значок просто здесь как будто бы бар. Вот она, трактирщицы стоят, они тут толпой. А, Грегор, гора. Будь любезна, покажи, что у тебя есть. Не особо шарю за эти вот все штучки. Сюда мне гвинт. Есть желание сыграть в гвинт? Когда на стримах будем смотреть Игры Престолов? Я вам честно скажу, я не досмотрела ее. Я вот, мне оставалось две последние серии, и я на вот третий с конца, да, или, может быть, на предпоследний, я такая, не, не, мне это не нравится, это какое-то дерьмо полнейшее, и я не смогла это досмотреть, даже из принципа. Я не захотела. Блин, я не могу, мне жарко, чат. Что мне делать? Мне открыть окно или переодеться, пойти? я так и знала, что вот я начну стримы, мне будет жарко. Это вот, музыка мне очень нравится, она на Харди Барди похожа, или как там, она вот эта крутится, такая штука вообще многокнопочная, обалденная. На камеру? Ну, конечно. Зачем ходить переодеваться, когда можно здесь, да, снять кофту и штаны? Я понимаю, чат, я все понимаю. Да, раздевайся во время игры, да? Да, все ясно, все понятно. Ох уж этот чат. У кого я спрашивала, зачем? Мы закроем глаза, честно. Угу. Сейчас бы дракона таллером вытащить, было бы славно. О, это тоже чудно, ой, великолепно, я бы сказала, это даже славнее некуда. получи, бодобумс. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У меня шпионы есть тут? Простите... Продолжение следует... 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 Это, конечно, не каждому дано Под силу Пантера, а ну тебе не надо Будем надо Почему не тот знак стоит? Птички Ну, по кудахте Кудахте, хотела сказать Почирикай Молчит она Мне кажется, у нее какие-то личные счеты с пантерами Она ведет меня через пантер Специально, чтобы я их убивала или что? Обижает кисаник Да-да-да-да, встань от меня Получается, Отто не следит за ВК Да Может переоденетесь? Да Пожалуй Жарко мне будет Либо я сейчас открою окно На очень максимум Как вариант Хотя, наверное, проще переодеть Но будет ли мне потом холодно снова? Вот в чем вопрос Ой, да кто там простудится? Не переживайте Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что там за обсуждение? Пока меня нет Интересно Интересно Боги не болеют сейчас стримеру сядется в конце-то концов вернется ну здравствуйте надо посмотреть теперь как стример выглядит это обычно все перед стримом делается тут это как-то пойдет у меня вообще стрим завис ну это смысле все в порядке пауза была для стример горяч он таков как всегда великолепно выглядит спасибо спасибо и птички ой это павлины вот эти я помню смысле нет быстрее будет пройти через холм серьезно ты меня в пещеру поведешь а вдруг в пещере что-то значимое было там звездюли и были пойдем чат или не пойдем нужно ли она мне ладно пойдем покажи что умеет а а а а А ты разве не умер? Ну, ладно. Хорошо. Конечно, идем. Ты делаешь вид, что у нас есть выбор. Ну, как вы опять догадались? Все, я на выход. Это не пауза. У меня реал все виснет. А я же говорила уже, выйдите, зайдите на ВК-плей или на этот. На Твич, если виснет на Ютубе. У меня в профиле ссылки все есть. Звуки решили поломаться, да? Прикинь, весь стрим так будет. Нет, ну это только возле него. Потом окажется, что это животик стримлера хочет кушать. Нет, стримлер на самом деле обожрался. Ну ладно. Я был в гостях и капец как объелся. Мне до сих пор плохо. Да я тоже что-то объелась сегодня. Я там все подряд ела. Еще халвой закусила. Я вообще великолепно себя ощущаю. Было вкусно. И я наелась на часов пять вперед, по-моему. Вот тебе и пожалуйста. Птички-то. Человечки. Птички-то. Часто бываешь на этой поляне. Ты прав. Здесь все началось. Раз уж я не смогла от тебя укрыться, то хочу, чтобы завершилось все именно здесь. На этом месте. И без свидетелей. Что завершилось? Ты ведьмак. Тебя наняли меня убить, верно? Так что сделай это сейчас. И побыстрее прошу тебя. Я не стану сопротивляться. Ведьмаки охотятся только на чудовища. И то не на всех. Ты не чудовище. Кто же я тогда, по-твоему? Скорее всего, ты была проклята. Еще не знаю, кем и почему. Но надеюсь это узнать. Подожди, я не понимаю. Раз никто не давал на меня заказы, то откуда этот интерес? Гильон тебя натравил? Он хотел помочь и попросил меня об услуге. Но если я могу тебе помочь, я и сам сделал бы это с удовольствием. Почему я должна тебе доверять? Мне доверяет княгиня. Я тоже вырод. И такие случаи для меня хлеб насущный. Выбирай, что больше нравится. Наш нам нить. Ты не используешь мою историю против меня. Пообещай, что никому не расскажешь. Клянусь цаплей. Да что с этой цаплей? Уже второй раз. Что за цапля, чат? Вы в курсе? Я нет. Но я скажу, что нечего бояться. А то вдруг сейчас цапля это что-то недостойное. Да в смысле выберет цаплю? Я боюсь. Цапли топ тема. Я не доверяю вам, Мэткап, после вчерашнего. Когда я спросила, как по звуку, вы сказали тихо. А потом в итоге у меня весь стрим. Меня не слышно. Зато игра орала, как сумасшедшая. Угу. У меня реально тихо было, да? Вообще предъява не только к Мэткапу, а ко всем, кто сидел на стриме. У вас у всех одинаковые наушники или что? Ну как так? Я-то не слежу, потому что там сражения идут жесткие. Громко, негромко. Мне комфортно, у меня выстроен звук лично для меня. Мне же надо, чтобы вам было комфортно смотреть. Правильно? И не только вам, а тем, кто потом еще в записи будет смотреть или пересматривать стрим, или шортики. А там ничего не было слышно. Началось все с цапли, я напоминаю. Ну, а как? Ну, а что? У меня не наушники. Я с ноутбука смотрела, у меня все огонь было. Вы мне смотрите. Я теперь не... Я буду теперь сама все проверять. Вот так-то. Не буду я брать сам ключ, а то я боюсь. Никто мне не сказал, что это за отсылка. Тебе нечего бояться. Я хочу тебе помочь и ничего никому не скажу. Если только не решу, что без этого не обойтись. Я повторю, что мне когда-то рассказывала мама. Когда она носила меня под сердцем, они с отцом часто проводили время на опушке леса, на этой самой поляне. Мама обожала пение Иволги. Гладила живот и говорила, как бы я хотела, чтобы моя доченька была так же прекрасна, как эта птица. А так легко все в вашем мире происходит. В лесу жило существо, которое завидовало счастью моих родителей. Однажды оно явилось и сказало, что весь лес принадлежит ему. И никто не смеет здесь радоваться без его соизволения. Чудовище захотело платы. А когда родители сказали, что у них ничего нет, ответило, что заберет их нерожденную дочь. Родители описывали это существо? Они называли его нимфой, рожденной в чаще леса, без матери и отца. Но когда все началось, я была слишком юная и несчастна, чтобы расспрашивать. Что случилось потом? Сначала ничего. Я родилась обычной девочкой, и родители забыли об этом происшествии. Но когда мне исполнилось пятнадцать, начало проявляться проклятие. Сначала только в полнолунии. А теперь дошло до того, что даже днем я использую магическую мазь, чтобы выглядеть обычно. Поэтому я подумала, что мой секрет раскрыт, и тебя наняли меня убить. На самом деле, когда я шла сюда, я уже примирилась со смертью. Может, лучше умереть, чем обратиться навсегда. А я думаю, что грозит мне именно это. Мазь, которую ты используешь, очень сильное магическое средство. Применять его в больших количествах или слишком долго, может быть, опасно. Я чувствовала это. Я знала, что однажды придется от нее отказаться. И навсегда проститься с человеческим обликом. Лось такой. Я здесь пройду? Еще раз пройду. Ладно. А что у вас тут в съемке фильма? Можно попробовать принести это проклятие на другого. Это исключено. Я не стану подвергать опасности невинной жизни. Это единственный способ. Единственный абсолютно безопасный. Значит, есть и другой? Ты так категорично отвергаешь помощь? Перенесенное проклятие будет действовать гораздо слабее. Даже слышать об этом не хочу. Все, я снова тут. Здравствуйте, а вы кто? У вас не к циферкам, поэтому я не совсем понимаю. Айди, так скажем. National Geographic пошел, да, да, да. Ага, вы пельмень? Ну, здравствуйте, здравствуйте. Очень серьезные последствия. Последствия? Какие? Чары наложили еще до твоего рождения. Ритуал перенесет проклятие с тебя на невылупившегося птенца Иволги. А ты освободишься. Да, возможно, ты проживешь ровно столько, сколько обычно живет Иволга. Ого. Семьи? Понимаю. Не бывает розы без шипов. И счастливого конца тоже не бывает. Но я даже о таком не мечтала. Идя сюда, я была готова к смерти. А ты хочешь дать мне семь лет настоящей жизни. Это нетрудное решение. Я согласна. Конечно, согласна. Без колебаний. Понимаю. Но пока рано принимать решение. Подумай еще. Подумаю. Меня, наверное, уже ищут на турнирном поле. Возвращаемся? Я думаю, на нее куча мужиков клюнет. Вы посмотрите только на любителей и фури. Клюнет. Хорошо. Меня позвали на ДР, а я не могу поехать. Как-то грустно. Блин. А что мне здесь делать? Давайте вернемся. Да, давай вернемся. Но разве ты... Правда. Не могу же я появиться там в перьях. Подожди минуту. Разве не надо мазь наносить? Что, лечебное озеро какое-то или? Ты можешь контролировать свой облик? Нет, но я обнаружила, что вода из этого пруда помогает. Действует недолго, но всегда. Хм. Интересно. Пойдем. Ты что-нибудь узнал? Да. Ну так говори же, ведьмак. Я с ума схожу от беспокойства. Что с ней? Она просила меня сохранить тайну. Но я желаю для нее только лучшего. Может, я смогу как-нибудь помочь или хотя бы утешить ее. Что-то я влюбился в эту пернатую. Я выберу второй. Сейчас будет выбор. Да. Вижу. Но я выберу второй. Она сказала никому не рассказывать. Я не расскажу даже ему. Я не хочу. Я что? Кто я? Слово дал. Слово сдержал. Вот это вот сейчас. Сейчас он побежит. Будет докучать. И узнает, что она птица. Еще расскажет всем. А ну, это мне не надо. Плохой выбор? В смысле? В смысле это плохой выбор? Вот опять взяли, мне заспойлерили, тебе я сомневаюсь в своих решениях. Ну, ты выбирай, как выбрала уже. Что за спойлеры? Так ей 7 лет жизни. Ага. Ну, че? Ну, блин. 7 лет нормальной жизни. Или 40 в проклятии. А если рассказать, то полная жизнь. Ах, чат, чат. Ну, что ты будешь делать? Спасибо за спойлеры, конечно. Я сейчас как этот геральт сяду и буду до конца стрима сидеть, вот облокотившись. А в первом варианте с нее снимут проклятие или нет? Или она проживет всю жизнь как птица? Ну, раз вы уже спойлерите, то спойлерите мне до конца. Да, это снимут. Блин. Ну, ладно, чат, я чисто просто, чтобы показать красивую концовку, красивый выбор. Я бы выбрала второе, но раз уж там, типа, самый лучший исход, давайте посмотрим. Но я бы выбрала второй. Мы оба были правы. Это проклятие. Из-за него твоя Вивиена превращается в птицу, ее состояние ухудшается. О, боги! Это хуже, чем болезнь. И что же теперь? Ты поможешь ей? Зависит от нее. Я попытаюсь, если она меня попросит. Но это будет довольно опасно. Возможно, после этого ей останется всего семь лет жизни. Что? Не об этом мы договаривались? Случай сложный. Проклятие с каждым днем становится сильнее. А я, ведьмак, а не чудотворец. Я слушал еще об одном способе. Можно снять проклятие, используя отражение на поверхности воды. Но тут потребуется участие человека, который по собственной воле примет на себя тяжесть проклятия. Как же это, самому стать птицей? Теоретически, перенесенное проклятие гораздо слабее. Все может ограничиться пристрастием к зерну и дождевым червям. Но возможен любой исход, включая смертельный. Я готов отдать за нее жизнь, как рыцарь короля Вриданка за прекрасную королеву Церро. Это я уже знаю. А ты готов до конца жизни глотать за нее червяков? А будет ли она любить тебя при этом? И нужно ли тебе оно? Ну, если она не будет тебя любить. Снимать с нее проклятие. Не, ну как хочешь, давай. Способ с отражением в воде лучше. Он ничем не угрожает Вивиене. Разумеется. Ты можешь на меня рассчитывать. Я все вынесу. Но, Вивиенна, боюсь, она слишком горда, чтобы согласиться на такое. Я встречусь с ней после состязания. Поговорю. Может согласиться. Я на тебя надеюсь. Хоть что-то мы выяснили, это уже хорошо. Что теперь? Ты все разузнал. От участия в турнире можно и отказаться. Нет, ты подожди. Ты можешь и от Герольда, если ты не явишься на последние испытания. Ну уж переживу как-нибудь. Так, и что? В смысле? Я хочу турнир закончить вообще-то. И, ага. У меня там чемпион чемпионов еще ждет, когда я ему наваляю. Я надеюсь, здесь уже нет выбора судьбоносного. Я не меняю принятых решений. Я приму участие в последней схватке. Вивиена все равно занята до конца турнира. И верно. В таком случае, встреться с остальными рыцарями из твоей дружины. Они сейчас у входа на арену, недалеко от учебного поля. Понял. Спасибо. Мы уже знаем состав обеих команд. Я капитан вашей. Это значит, что во время боя вы должны слушать меня. Ясно? Дружину противника поведет Пальмирин Делонфаль. Этим боем мы вспоминаем битву 218-го года под Лисими Ямами, когда разбойничая Ватага Южан под началом Халара Бурова напала на Тусен, а рыцари отбили атаку и тем создали прецедент. С той поры странствующие рыцари стерегут границы княжества. Пальмирин вытянул короткую соломинку. Значит, его дружина будет за варваров. Вопросы есть? Нет. Не думаю, что ты нам хоть на что-нибудь сгодишься. Ты понятия не имеешь. Тебе еще раз навалять? Ну, постарайся не мешать. Время пришло, судари мои. Мы вроде бы уже все выяснили, нет? Хотя, кстати, и стримерша прикольная няшка. Ой, спасибо. Арена представляет командные бои. Покажут две дружины умения свои. И мира здесь не будет, пока одна из них на землю не повергнет соперников своих. Кому же Доброзетель в сражении не указ, пускай навеки проклят, тот будет сей же час. Раз я о всем об этом уже поведал вам, хочу почтить приветом цветник прекрасных дам. Прекрасных дам. Эта битва решит, кто сойдется в финале. Остальным же в удел суждены лишь печали. Няшка вкусняшка. И начинаем. Более времени не теряем. Победить дружину. Это легко. А вы синхронно не это, не надо толкать меня вдвоем. Кто-то хорошо защищаться умеет, не пойдет. Я ведьмачьи знаки тут не использую. А мои дерутся вообще, нет? Понятно. Ну, хоть мои не поумирали, и то спасибо. Я вообще не понимаю, кто есть кто, потому что они все... Ну, ладно бы у нас в команде у всех была одна форма. А тут вообще не поймешь. И как должно быть больно, коль бьют вас со всех сил. Быстрее! Быстрее! За ее сиятельство! Наши люди необычные. Таких обеспеченных боев не видел свет. Ведь бились на арене лишь те, в ком страха нет. Как в жизни победителем зовут лишь одного. Сегодня выиграл лучший. О, да. Это я. Ведьмак Геральт из Рима. Какой Геральт? Если медведь или вот тот с колокольчиками. А, все. Как же меня душат вот эти вот поэтические сопровождения. Я не знаю, как это назвать. Я ненавижу вот это. Меня прям триггерит. Я не могу. Я жду не дождусь, когда он закончит вот это вот свое разглагольствование. Ага. Стихоплетство. Да, да, да. Твои только в спину могут бить. Рыцарь, жиж. Стримеру досталась Тима Раков. Это плата за Доку-2. Есть с ним квест в Баклере. Пора. Выходите на арену. Есть ли у вас какие-то пожелания или слова, что следует передать родным, если вас серьезно радует? Спасибо, обойдусь. Передаем одно слово цапля. Он из Ривии прибыл на бой. Но пускай не обманет всех вас его волос седой. Искушенный в бою удалец он и храбрый герой. Уже на вытоптанную землю выходит гигант славный. Это Грегуар де Гаргон. Герой и победитель, да. И как я его доспехи пробью? Ну, в подмышечку, разве что, колоть. Желаю счастья обоим соперникам. Да, ну все, сейчас он мне это накидает. О, ты какой рост? Что у него месть длиной с меня. Имеющий круговой замах. А теперь несколько слов от одного из наших спонсоров. Винодельни Уфо. Пейте Уфо для крепости костей. Вино столовое. Вкусное. Здоровое. А, не так и знала, что надо по одному удару. Он слишком меч длинный. Если Геройт лишается силы, вы что, мне поражение засчитали? Геройт из Ривии. Смотрите мне. Победитель турнира этого года. Победил Грегора де Горгон. Это невероятно. Вима Геройт. 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 Да, да. Это я. Для бицухи у стримлера. Что, у меня бицуха есть там, вы думаете? На самом деле, да. Он поклялся любовью дамы своего сердца. О, какой веночек. Жесть. Очки где? Реально. Блин. Он выражался порыть с честью. Поэтому ему по праву принадлежит титул чемпиона этого года. Нужно поговорить. Не сейчас. Меч Геройта из Ривии. Шпагой в глаз или Грегора раз. С победой тебя. Спасибо. Я не изменила решение. Я никого не хочу подвергать опасности. А потому выберу способ с яйцом. Если нужно яйцо Иволги, я знаю, где его искать. На моей поляне есть гнездо. Погоди минутку. Можешь объяснить, в чем заключается ритуал? Ясно. Вот что я хочу сказать. Думаю, сначала мы... Очки где? Очки где? Я уже говорила, это исключено. Дай мне закончить. Второй способ ненадежен. Может быть, сработает. Может и нет. Сработает. И я спасу тебя. О, прекрасная Вивиенна. Что ты здесь делаешь, рыцарь? Важный курица пришел. На этом канале вроде видео шустрее работает. Это хорошо. Можете тут сидеть. А, да, кстати, вот там квест есть в стихах с этим рифмоплетом. Великолепно. Сейчас, секундочку. Что-то... Главное? Господи, как же он плохо появился. И не говори, я после такого бы вообще с ним не захотела ничего общего иметь. Он тебе не враг. У него добрые намерения. Ты правильно догадалась, это он дал мне заказ. Только чтобы помочь тебе. Не гневайся, госпожа. Я разделю с тобой эту ношу. Я обо всем знаю. Ты рассказал ему. Я знаю, что ты проклята. И что твое состояние ухудшается. Я понимаю, как ты себя чувствуешь. Моя тетка, графиня Делан Паль, заболела некогда странной болезнью, которая подтачивала ее изнутри. Она угасала на глазах. Помню, как она говорила, что хуже всего не боль, а то, что она теряет контроль над собственным телом. Она была такой беспомощной. И я боюсь, что ты чувствуешь нечто подобное. Ведьмак сказал, твое проклятие. Возможно, удастся перенести. Я приму его, Вивьер. Почему? Потому что я люблю тебя. Я мог погибнуть на турнире. Пытался победить для тебя, Шарлей. Но я уже и сам вижу, как был глуп, рискуя бессмысла. А теперь я действительно могу что-то для тебя сделать. Я не хочу никого отягощать. Сам видел, сколь чудовищ на мое обличье. Ведьмак, я обращаюсь к тебе. Ты старше и, надеюсь, более рассудительна. Думаешь, это хорошая мысль? Стоит попробовать. Думаю, на организм достаточно развитый проклятие подействует слабее, чем действовала на плод. Ты слышала, что сказал эксперт? Давай сделаем это вместе, Вивьерна. Ну, хорошо. Я была готова к смерти. Тем более, я готова на любое безумство. Тогда поедем к моему пруду в лесу, да? Давайте вы это без меня. Я очки свои поищу. Мне еще нужно кое-что доделать. Понимаю. Возвращайся быстрее. Да, да. Очки мои, кто спер? Что, думаете, не найду? А, теперь... Теперь можно и по делам отправляться. Ого. Меч Геральта из Риви. Пробитие доспехов. Критические уроны. Ну, он красивый. В коллекцию мою пойдет. Подождите, а это что такое? Ага. Нужно-то это все накинуть. А то, если... Мне придется драться, меня побьют. О! На стиле. Так, ну шо? Сейчас помедитируем и пойдем. Че? Имба какая? Ты про меч? Приветствую, Геральт. А вы меня не перенесете по доброй воле? О, спасибо, чтобы я сама не шла. Раз мы уже все решили, не стоит терять время. Поедем. Готи-мучи, Геральт. А какой никто мне сделать? Какой хотите? Какой вам нравится такой? И берите. Я потом постараюсь запомнить вас, и все. И буду понимать, кто вы. Вот, например, в телеграм-канале у меня полнейшая неразбериха. Потому что там у людей то имена, фамилии, то какие-то ники, которых нет ни на Твиче, ни на Ютубе, ни на ВК-плее. И я вообще такая, что это? Что это? Непонятно. Умерла. Умерла. Он сейчас сказал, как прошла. Скинь, бестия! Ну, давайте не трогать пантер. И так уже столько пантер было загублено. За госпожу Вивиенну! А чем? Малко. Давай, добивай за госпожу Вивиенну. Так и быть, чтоб ты перед ней тут показался бравым рыцарем. Давай, я потанчу. Добивай, добивай, давай. А, так. Давай, я скажу, что это все твоя победа. И без герьема я бы не справился. Давай, давай. Ну, что ж ты такая. Давай, давай, ну да, пей уже. Ах, поков мужчина, вы видели, а? Хорошо. Да, что ж. Фури любые руки на стол Да, да, да Ты станешь таким же, как я Знаю, я Я не оставлю тебя Вообразите себе свои отражения в воде Сосредоточьтесь на этом А теперь Откройте глаза Охренеть Водей ствола И все так легко Посмотрите водичку Представьте отражение Ситечки Да Да не было там сисечков Ну, в смысле, я не видела никаких сосочков Правду сказать, я не ожидал, что что-то получится Я читал описание таких ритуалов в гримуарах Но все они упоминали одно условие Которое мне казалось невозможным Какое еще условие? Людей должна связывать истинная любовь Вот здесь я не совсем заметила От нее какой-то истинной любви к Гильому Ну, от него еще ладно Но от нее к нему Вот я что-то Ну, как-то извините То ли плохо прописано То ли плохо Реализовано То ли, ну, все вместе Как вы себя чувствуете? Ильем, что-то изменилось? Меня будто тараном ударили Но никаких изменений не чувствую Только кожа немножко зудит Ты уверен, что все получилось? Да, что-то определенно произошло Под этим прудом есть интерсекция Это очень сильное магическое место Кроме того, посмотри на Вивиену Что теперь? Известно, что вы будете жить долго и счастливо Ты все-таки следи за собой внимательно Если что, обращайся ко мне Ясное дело Спасибо, Гера О, и вот твоя плата Ах, я смогу ходить на балы Или уехать куда-нибудь Далеко-далеко Наконец-то свободна Как птица Ты забавный Я раньше как-то не замечала Ничего она не скрывает Не замечала она А? Но я тоже должна тебя поблагодарить, ведьмак Вот так вот Истинная дружеская любовь Да-да-да А, это с пантеры Лут А вы молодец Что слышно? Приветствую, ведьма Приветствую, Геральт А с нее лут будет Так, что у нас за квест? Или рядом есть знаки вопросиков? Подождите, это тоже очень важно О, да Вот эти четыре Нет, вот эти все Мы сейчас будем делать И ничего вы мне не скажете нет Да Да-да Агась Сразу про балы И все такое Вообще Платва У меня для тебя есть неприятный сюрприз Как тебе такое? Ну, не так и плохо У нас красненькая Там это Но мне все равно больше нравятся Вот эти афирские сумки Они как-то Они такие родные мне уже Можно попозже поговорить с Герьемом Спросить, как он Но его бы найти Потом Попозже Так, у нас тут что? Непонятно Но очень интересно Здрасте вам, сударь Сука Принеси, подай Падем Виноторговец Вы что-то самый ведьмак, верно? Которого княгиня призвала И никак иначе А ты, если я правильно понимаю Чего ты от меня хочешь? А, вы словно мысли мои читаете Ну, тут вот такое дело Эти пещеры в самый раз подошли бы для склада Сухие, просторные Только там поселилась какая-то тварь Ох, ясновидец Боги-свидетели Ясновидец Так что, поможете нам? Может, помогу, а может, и нет Знаете? Обсудим цену Я бы с большей радостью выполняла заказы Если бы вместо платы Я получала бы игру в гвинт от каждого 269 он не даст Он не даст Почти договорились А другая сумма нам и не нужна Будем вот 242 Ладно, пускай так 169 не получится Тут с 200 начинается Поделись, чем поделиться Разумеется, не бесплатно Так как хочется Что-то тяжелое А, это куда? Или это мы отсюда пришли? А, ну да Хорошо Ну, круг замкнулся Что там пьешь? Поделись Вода? Предположили, что вино, но... Нет О, нет, ну только не шарпеи вот эти Так, а чем шарпеи можно избить? Он... Он каменный Чего он может бояться? Я не знаю Как он меня втащил на паузу? Я выхожу, а он уже покатился Кто-то тоже знал Идеальные тайминги А, арт? Да я увернулась Слушай, я отскочила Это ульт-аут А вот камни Когда он раскидывает, да? Ага Ну, мне не больно А нельзя на него аксием подействовать Чтобы он Рассудок потерял На какое-то время У меня знак не поменялся Я ударить его хочу А в итоге накладываю щит Зачем мне вино? Я думала, ты сок или молочку какую-то пьешь Ну так это и не вам вину Это же не вы предполагали Поэтому А молочку мне нельзя Еще бы я на стриме молочку пила Кнопку поиска сделать можно? Да, вот я о том же Например, в той же Доке 2, да? Можно написать имя героя Когда ты его пикаешь И он появится Чтобы не искать его В этом многообразии персонажей Я тут тогда тоже попыталась написать Но такой функции здесь нет А как выйти? Куда выходить-то? Налево Ну и как? Готово В пещере жил Шарлей И он уже никого не тронет Превосходно Я получу склад А вы Мою признательность Что у тебя есть? Увидимся Хоть и хребет Это что? Это вот это место так называется? А, да Мою признательность Иди вон. Ой, надо наведаться, кстати, к нам домой. Что там, разукрасили нашу усадьбу-то, нет? Да, там бот стоит на страже с сочетанием букв некоторых. Поэтому не удивляйтесь, если в обычных словах он вам звездочки ставит. На всякий случай. Вы со звуком разобрались? По поводу донатов? Нет. Ничего не понимаю, что произошло. Может, придется бэкап делать. Но, с другой стороны, подключить вот эту маленькую хрень все равно придется. Там я увидела на крыше красное, я просто пока лутаюсь. Здесь гнездятся гадкие. Записки Самуэля Айде. Отец снова выгоняет меня на работу. Не позволяет мне закончить мое гениальное изобретение. Хорошо, хоть матушка отдала мне свое зеркало. Вместе с двумя другими, которые я купил на свои сбережения. Я могу протестировать, будет ли работать придуманный мной аппарат. Но лучше по порядку. Моя любимая Ольга и Лиза живет в родном имении, которое лежит в столь глубокой долине, что с сентября по март солнце в ней никогда не поднимается из-за гор. Все жители деревеньки в это время должны бороться с полумраком. Однако вскоре такая жизнь останется для них неприятным воспоминанием. Мое изобретение гениально в своей простоте. На вершине одной из гор я установлю ряд зеркал, которые будут отражать солнечные лучи в направлении поместья. Ха, все-таки стоило просиживать ночью в библиотеке во время учебы в Имперской Академии, чтобы совершенствоваться в математике и алхимии. Я уже сегодня хотел бы испытать свое изобретение, но отец кричит, что этим устройством я только стаю сорок приманю. А они обосрут всю нашу усадьбу. Или еще хуже, стаю гарпий. Но у него вечно вокруг одни неприятности. Подожду, пока он уедет в город, и в два счета расставлю мои зеркала. Про звездочки что говорила? Что не удивляйтесь тому, что в некоторых словах вам ставят звездочки. Нематерных. Просто потому, что сочетание некоторых букв присутствует в некоторых определенных словах, которые я не хочу, чтобы были произнесены. И поэтому, поэтому бот стоит на стражу порядка. Ой-ой-ой, только не пёсы. Вот никогда я не могу их как будто они оглушенные ударить. Ну, в смысле, конечно, было такое, что я добивала их, но тем не менее. Это происходит раз в сто лет. Вот сейчас произошло. Вот когда я их взбиваю... Взбиваю сама? Такого не происходит. Вот, пожалуйста. Хотя мне кажется логичным, что когда я их арбалетом взбиваю, они должны быть оглушены и работать вот это добивание. Я знаю, что вы писали Немат. Я же поэтому и говорю. Просто на всякий случай. А что тут? Мишки? Мишку не хочу. Ну, не хочу Мишку. Это какое-то квестовое место? Или там пещера какая-то есть? Под землей? Ну, я вижу, да, что вниз стрелочка. Я просто не могу найти вход пока. Есть пещера. Да. Только я не знаю, где она. И квест, доп там есть. Но это квестовое место, да? Мне отсюда вот тут ходить опять. Дело в том, что я вот не нашла вход в пещеру. От вопросика по карте выше. Выше вот сюда? Куда-то. Блин, мне даже так жарко. Господи. Что такое? Было холодно вначале. Теперь жарко. Шурк-шурк. Доспехами. Шурк-шурк. 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 Там длинная пещера. Мне уже не хочется делать этот знак вопросика. Он меня задушил. И я ухожу. Все. Мое терпение, оно не бесконечно. О, вот и вход. Ну что ж, ладно, не ухожу. Помощь! Помощь! Что происходит? Чудовище! Чудовище в пещере! Мы убежали, а Гюго остался внутри. Гюго? Наш брат. Он остался там. Помоги нам, найди его. Мы тебя наградим. Так это вы дали объявление? Вы ищете охранника? Это мы, верно. И не без резона, как видно. Мы пару дней подождали, никто не объявился. Вот мы и решили сами рискнуть. Зря мы так. Надо было дождаться. А теперь неизвестно, что станет с бедным Гюго. А вы видели, что на вас напало? Куда там? Как только земля начала шевелиться, мы сразу к выходу помчались, а Гюго в другую сторону. Значит, чудовище полезли из земли. Ну, должно быть так. А в общем, я не знаю. Мы ведь не присматривались. Мы же бежали. Нахрена вы туда полезли? Мы заблудились. Да ну, в пещере заблудились. Пророк Лебедат. Ну, не все ли тебе равно? Может, мы туда за шампиньонами пошли? Или просто побродить? Гюго остался внутри. Его там сожрут сейчас. Вот что важно. Ты спасешь его или нет? Каждая секунда на счету. Здравствуйте, Бориска. Что значит... Хэрочка. Что ж... Что это значит? Я бы мог за это взяться, но вам это дорого обойдется. Сколько ты хочешь? 369. Цена честная. Да. Еще и красивая. Ну. Ладно. Я поищу его. А вы двое ждите тут. Братская любовь. Ладно. Мы хотим 100 тысяч миллионов. Не. 369. Китима. По звуку норм? Да. О, ну мамку позвали, конечно. Сейчас они меня похилят немножко. Блин, как же гвом. Это у одного стримлера? Есть на резках. Хэрочка называется. Со смешными моментами и прохождениями дополнения. Ага. Ага. Смотрю и хочу пройти. Пройдите. Игра хорошая. Мы вот уже полгода проходим. На стриме тоже громко. Но я тише делать не буду. На клинке свежая кровь. Это меч. Потому что вот когда они говорят. Звук идеальнейший. Следы крови. Дюго может быть ранен. Я думал. Я думал человек... Человекоподобное, блин. Я думал, Кикимора человекоподобное существо. Я почему-то тоже. Но это потому, что у нас в славянской мифологии, наверное, такая ассоциация. Я на прошлом стриме тоже об этом же и говорила. Так, что у нас тут? Картечь. Как-то им даже урон не прошел. Не зря вы воином зоветесь. Наиграла на 300 часов на ПК и 100 на консоли. Ого. Письмо на... А за пунктуацию вообще все в порядке. Ничего страшного. Потом не наговаривайте на чатик про громкость. Но ведь... Но ведь когда говорят громкость же хорошая. Я же не могу как-то начинается бой постоянно менять туда-сюда. Ну что, душите меня. Весь стрим тот почему-то появил визын. Вам все в порядке было. Дорогая Мартина Криско, поздравляю тебя с поступлением в Имперскую Академию в Костель-Гропиане. Со всей определенностью ты быстро станешь одним из лучших академиков. Однако прежде чем ты отправишься в дорогу, в Нильфгард, я хотел бы попросить тебя об одной небольшой услуге. Фрагмент неразборчив. Поэтому я разобрал свой знаменитый дистиллятор. А тебя, дорогая Мартина, попросил бы где-нибудь хорошенечко спрятать эти три части. Возможно, совместные поиски фрагментов устройства, которые может принести им богатство, укрепит связующие их узы и закончат навсегда эти глупые раздоры. В награду за труды пересылаю тебе этот скромный кошелечек. Желаю успеха, искренне преданный ВМ. Приключения Вихта, Франкони и Шипа. В маленьком кургане, недалеко от винодельни Верментина, жил да был Вихт Франкони. Был он существом по натуре благожелательным, сидел в своем кургане и готовил всякого рода супы. Не то чтобы он особенно любил супы, но большим их почитателем был его ненаглядный питомец. Баргес по имени Шип. Так и сидели они, Франкони с Шипом, и варили суп из гнилых костей, сушеных сорняков. А если удавалось раздобыть где-нибудь немного железа, то и суп из гвоздей попадал на стол. Жареных гвоздей не хочешь? Как-то раз Франкони подслушал разговор двоих могильщиков. Рассказывали они про одного богача, который держал в подвале сыры. Франкони подумал, что сырный суп должно быть замечательное лакомство. Тогда он прокрался в дом состоятельного господина и стянул оттуда самый внушительный кусок сыру. Вернулся домой, поставил на огонь свой любимый котелок и начал понемногу растапливать лакомство. Смрад разнесся столь ужасный, что Шип убежал и не захотел возвращаться в курганчик. Хуже того, все пропиталось сырной вонью и им обоим вместе с Франкони пришлось переехать. Мораль у этой сказки простая. Хочешь варить суп из сыра, смотри, чтоб был без плесени. Поняли, чат? Так-то. Ну, вместо силы. А это вкусно жареные гвозди? Ну, не знаю, это надо у черепашек-ниндзя спросить. А мы с какой стороны? Я не помню. Опа, стоп. Нужно помедитировать, у меня нет хилок. О, горячий источничек. О, да. Э, в смысле настолько горячо? А я вот люблю в кипятке купаться. Может, Квен попробовать? Сейчас попробуем. Я хотела Квен наложить. Ну, это вот там женщина лежит, правильно? Ну, да. 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 я видела там красный сундук фильтр для дистилляции наверное ли что-то улетает вроде бы все собрали идти по следу мы уже все нашли нет или там можно было куда-то нет ну здесь нет прохода куда-либо на печеньку ничего себе на печеньку спасибо мэтка правда мне не слышно было ничего я просто увидела спасибо след теперь сюда пошел а то есть я не по порядку проходила да и так понимаю или что а нет подождите обратно непон стримлер сварил ведьмака ну все все чат ну бывает стример невнимательным ну что теперь подумаешь гюго даро я вовсе не разбойник я вовсе не разбойник я ведьмак а твои братья прислали меня чтобы я тебе помог с чего бы это они вдруг передумали сперва хотели меня убить а теперь помощь присылают от таких благих на мере не смердит за милю погоди давай помедлений что произошло меня зовут гюго монар мой отец виктор монар был знаменитым производителем коньяка мы с братьями вечно на чайчик спасибо вот спасибо на чайчик ну вот теперь не умру с голоду есть чайчик и печеньки великолепно большое спасибо у нас сдружить надеялся если мы вместе поработаем то и помиримся разобрал свой дистиллятор на части и три из них спрятал и и каждому сказал где спрятана одна часть ну вот когда мои братья узнали что последняя моя деталь где-то здесь то решили что я им больше не нужен и собрались вывести меня из игры мы начали ссориться потом драться на шум собрались чудовище братья сбежали а я помчался вглубь пещеры в гробу я видал эти твои детали значит и пришел за деталью от дистиллятора вот за этой да откуда она у тебя выловил из горячего источника врет бей его там не плевать стоих разборки прошу вот твоя награда здесь немного но обещаю когда я открою таверну просто пустую руку у меня хорошо здесь немного ладно а теперь пойдем твои братья наверняка беспокоятся смотри если нож мне в спину вставишь я я не знаю что потом с тобой сделаю надо ножки сапожка вынуть это мои братья жарко привели с собой каких-то головорезов поджидают меня этого мы еще не знаем ты хочешь сказать что они случайно оказались тут целой бандой да еще и при оружии они хотят меня убить и забрать у меня последнюю деталь дистиллятора спаси меня я и донаты стримлеру вот тут немного возьми зато знаете даже немножечко чайная ложечка это уже хорошо пожалуйста убей их пока не меня не прикончили ты хочешь чтобы я убил твоих братьев ну их то может и нет но тех головорезов наверняка а братьев ну я не знаю может их просто обезвредить так что будешь меня защищать записал буду с этой мудростью жить это и по моему из винни-пуха же если я не ошибаюсь сделаю так чтобы они тебя не тронули сегодня никто не умрет да я не хочу где мы ведьмачий нейтралитет я не хочу ввязываться в эти разборки опять начинается это квест про братскую любовь блин так я его смотрел полностью лет 15 назад мы тоже на я просто фразу хотя нет вроде не 15 лет назад смотрела в атаку титанев похоже у меня нет выбора сделаю ставку на то что благодарю он винодел я здесь подожду чисто в теории будущий а ведьмак что ты творишь учил вас братский он сошел сюда держите а вот теперь-то ты все прозрал а 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 видимо надо всех видели какая добивка была необычная жизнь и по заслугам им подлиться может у них не было злых намерений ну да не верю ими овладела алчность эти подонки пошли бы на все чтобы отобрать у меня последнюю деталь ну потом ты же их не убил а скоро они очухаются но такого урока им на всю жизнь хватит что будешь делать не знаю восстановить дистиллятор отца теперь не выйдет так что я наверно открою скромную корчму на рынке стану продавать вино а может просто взять и уехать отсюда не не знаю там будет видно так или иначе спасибо что помог мне с братьями я этого не забуду мне кто-то обещал винодельню вообще-то пора оставаться удачи тебе что бы ты не задумал спасибо ведьмак до свидания до свидания еще вот эти два я же говорила что мы их сделаем мы их сделаем мы что думаете мы идем по намеченному курсу от планов не откупаем пошла там кто-то один не залутанный так не пойдет все иди как мы с плотой прыгать умеем не слезь геройте я не умею на лошади а как он как он успокойся ты это для кино как кинематографичности было конная так и не ваш конек давайте на земле да я тоже так думаю о мы да работа нервная тут, а весь седой да, только где лук нормальный я не верю что с циклопа выпала шкура Что-то вы мне тут не договариваете, да? Пожалуйста. Мне отправленное письмо. Дамьена Дамьену де ла Туру. Лично в руки. Глубоко уважаемый господин комендант. Мы, ниже подписавшиеся, обращаемся к вам нижайшей просьбой выделить охрану нашему селу. Бочарни на склонах, поскольку мы опасаемся нападения вериканов, спускающихся с горгоны. Не далее, чем неделю назад один такой верикан забрел на нашу бочарню, разгромил подворье, украл бочку, после чего надел ее себе на голову, вроде как шлем. Несмотря на наше предупреждение, что такое использование не по назначению может иметь непредвиденные последствия, убежал в сторону реки Сансретур. Княжеские чиновники наши слова на веру не принимают, а мы боимся, что чудовища перебьют нас всех, пока мы спим. Заранее благодарим вас за рассмотрение нашего нижайшего прошения. Амелия, король, якоб, грегуар, каролина. Дома закрыты, да? В этом дополнении они умные, у них всегда дома закрыты. Так я даже меч не доставала, я просто попрыгала по скалам. Ну что ж, ладно. Если бабу-муж не пьет, печень у нее гниет. На. Если бабу-муж не пьет, печень у нее гниет. Для профилактики печени можешь тебе отсыпать разочек. Что-то я не до булькал, куда не до булькали. Не понимаю. Какой кабанчик. Только не бей меня, они, кстати, жесткие. Не надо. Доджу, доджу, доджу. Не-не-не. Интересно, остались здесь какие-нибудь вещи Мертена? Мантикоры? Найти все чертежи. Мне мама также говорит, какой кабанчик. Ого, ты шо, все-таки выбрала доспех? Я? Нет. Я об этом забыла, если честно. Да ну, я не знаю, какой. Проще вот волка усилить и все, и не париться. Ну, я хотела бы кота. Да, но там сратый ассасин скридовый, этот, капюшон. Если его можно снять, чтобы было видно прическу Геральта, было бы хорошо. Воспоминания библиотекаря. Воспоминания библиотекаря. Я промышлял контрабандой и крал, признаюсь в этом. Я стыжусь своих поступков, но что же мне было делать? Жалование писаря было до смешного низким. А ведь я должен был посылать деньги матери. Я был вором, но ведь я также сделал много хорошего для дворцовой библиотеки. Это я и никто другой достал для нее за границей «Жития пророков». Вот это вот длинное название. Науку повивального ремесла для женщин и многое другое. Это мне дворцовая библиотека, обязанная писанием всех наук для счастливой жизни необходимых. Историадкими изданиями, как вот это вот, вот это вот и это. Кража и контрабанда ни о чем не свидетельствуют. Истинная ценность человека определяется тем, как он относится к книгам. Закрыто нужен ключ. Закрыто нужен ключ. Закрыто нужен ключ. Закрыто нужен ключ. Меня так даже вывел Визын, не пугала ни разу. Я не ожидала вообще здесь сейчас никого и ничего. Я иду. Думаю, где могут тут валяться доспехи, а тут что-то как заорет. Ладно, хорошо. Что там за скотина такая, а? А ты не влезаешь, да? Нет? Влезаешь. Хорошо, сейчас я поменяю бомбу. Плюс пердечный приступ. Не бей меня, подумай. Раньше, ну вы какая-то... Да иди сюда, ну хватит уже бегать от меня. На, получи. Попали все-таки. Что попали? Альп. Выглядело оно как Брукса, но это не Брукса. Из разговора ведьмака со старостой Соколовки. Альп это вампир, внешне похожий на Бруксу. Кое-кто зовет их привидениями, и это название им очень подходит, поскольку привидения тоже преследуют и терзают людей. Обычно они принимают женскую форму, но могут выглядеть и как животные. Чаще всего они бродят вблизи деревень, нападают ночью и особенно активны при полной луне. Я просто слюна, и у меня люния, понимаете, уже наперед. Слюна Альпа усыпляет бодрствующего человека, а у спящего вызывает ужасные кошмары. Бывает так, что человек ложится спать здоровым, а наутро находит его белым, как снег, и без капли крови в венах. Мне она не понравилась, она какой-то мастер телепортации. Еще и напугала меня, зараза. Дневник канцеляриста. Фрагмент дневника, запачканного кровью и спинномозговой жидкостью. Мой очередной день в должности канцеляриста в казначействе княжества Тусент обещал пройти, как обычно. Утренний багет... Багет, багет, я не могу, мне надо каждый раз это сказать. С камамбером, болтовня до полудня, потом немного бумажной работы и домой. Сегодня, однако, все перевернулось вверх ногами. Я нашел в архиве крайне интересную записку и ключ. Ключ показался мне даже интересней, потому что, согласно тому, что я вычитал в покрытых пылью записках, он должен открывать сундук, полный золотых монет. Но обо всем по порядку. Проводя инвентаризацию папок, я нашел рапорт, в котором была описана процедура реорганизации тюрьмы Бастой, которая проводилась по приказу князя Генриха Толстого. Как этот эксперимент кончился, всем нам известно, ибо руины темницы до сегодня наводят ужас, а легенды о живущих в них духах убитых стражников успешно отпугивают потенциальных туристов. Однако я не знал, что среди этих заброшенных развалин может валяться сундук, ключ от которого я нашел приложенным к рапорту. Сундук – полный крон, которые должны были пойти на закупку книг и провианта для заточенных в тюрьме узников. Кто-то из тогдашних канцеляристов впал в грех забывчивости и выслал начальнику сундук без ключа. Может, оно и к лучшему. Начальника посадили на кол, а со всех стражников спустили шкуру, так что эти выродки наверняка наложили бы лапой на сундук. А так, может, он где-нибудь там еще лежит. Люди толкуют, что проклятия, которые изрыгали зверски замученные, пробудили какие-то злые силы. Но ведь люди болтают и то, что если офицер станет императором Нильфгаарда, то наступит конец света. Так что, думаю, не стоит эти слухи принимать на веру. Но вряд ли там Толстой. Не знаю, не знаю. Найти сокровища. Ну, я знаю, где искать. Но мы не нашли еще чертежи мантикоры. Вроде как. А зная, как прятали предыдущие, они могут быть на всех вот этих вот кусочках развалин. Что это, лезть придется? Я сказала, что я знаю, где сундук, но я забыла, где. Где он? Ой, ты что? Записки приговоренного к смерти. Солнце уже встает. Я успею воспользоваться светом дня, чтобы написать это письмо, прежде чем за мной придут и проведут меня на эшафот. Я не знаю, кто будет считать эти слова и просчет ли их кто-нибудь вообще. Может, я пишу их просто сам для себя, чтобы выбросить все из себя перед казнью и очиститься перед самим собой. Да, это я его убил. До сего дня я лгал, надеясь избежать казни. Я по-прежнему считаю, что он заслуживал смерти за то, что он мне сделал. Поступил ли я плохо? Быть может. Но он наверняка был плохим человеком и заслуживал смерти. Последний суд – это право богов. И это они вынесут приговор. И ему, и мне. Я слышу шаги стражников. Пусть смилостивятся надо мною боги. Смилостивятся. По множественном числе. Надо мною боги. Где сундук? Я не помню, чат. Он где-то вот тут был, мне казалось. Вот здесь. Нет? Да. Чертежи чего? Служебные рекомендации. Рекомендация по ведению процедуры реорганизации тюрьмы Бастой, начальнику тюрьмы. Согласно рекомендации его сиятельства князя Генриха Третьего, начальник тюрьмы Бастой, Якоб Олекс, обязуется провести следующие изменения. Увольнение половины состава тюремных стражников, запрет применения физического насилия по отношению к заключенным, отмена наказания карцером, голодом и батогами, разрешение заключенным располагать личным имуществом, разрешение заключенным совершать прогулки вокруг исправительного центра, закупка на присланные средства провианта высшего качества, а также необходимых дидактических материалов, привлечения на эти же средства учителей для обучения заключенных чтению и письму. Его сиятельство досточтимый князь Генрих Третий считает, что эти изменения в соответствии с веяниями, популярными на посвященном юге, будут способствовать снижению уровня преступности во всем княжестве, указуя молодым преступникам новую дорогу в жизни. Младший писарь канцелярии Филипп Жоржи Симбардо. Там, кстати... Да, неважно. Но это же капитана гвардии штаны. А ведь где-то есть чертежи. Римские цифры побеждены. Ну, подожди, это легкие цифры римские были. Вот там где-нибудь, нет? Полста веревочка. Вот так-то. Чертеж сюда. Дневник кузника. 30-е бирки 1201 года. Мой товарищ по несчастью Мертен, что столько месяцев оставался твердым, издевался над моей верой в лебеду и прославлял прелести разгульной жизни. Сегодня совсем сломался. А, вот к чему протвердый. Я вообще не поняла, к чему. Признал, что растранжирил отведенное ему время на утехе, а получил от этого лишь неволю и полную потерю достоинства. Я пытался его утешить и указать, что есть и другой путь, что он сможет бросить прежние привычки и посвятить свою жизнь лебеде и его учению. Пока что Мертен остается глух к моим советам, однако я верю, что когда-нибудь это изменится, и я передам ему истину. Нечитаемая запись. 17-я ламаса 1202. Просто удивительно, как же хорошо теперь беседовать с Мертеном. Даже не верится, что некогда мы взаимно не могли вынести даже вида друг друга. Ныне же это совсем другой человек. Я чувствую, что он вступил на новый путь и впитывает как губка все, что я рассказываю ему о лебеде и его учении. Какая же радость, что в этом темном и затхлом узирище пророк послал мне кого-то, благодаря кому моя жизнь вновь обретает смысл. Написка стерта. 43-е блаты. Свершилось. Наказание Мертена подошло к концу, и он покинул стены этой проклятой темницы. Наука, которую я в течение последних 20 месяцев старался ему преподать, как видно, не прошла для него бесследно. Мертен принял решение отправиться в паломничество, чтобы проститься со старыми привычками и открыть путь к новой жизни. По моему совету, он решил отправиться к пещере, в которой лебеда обрел просветление, и на стенах которой начертал 4 из своих великих истин. Питаю надежду, что аура этого места поможет Мертену, как и многим до него, стяжать очищение и придаст ему сил в дальнейших скитаниях, ибо далее я посоветовал ему отправиться в... далее неразборчиво. Судя по дневнику, едва водя из тюрьмы, Мертен отправился в легендарную пещеру, где вроде как обитал пророк лебеда. Туда и отправимся. Да я даже квен наложила, чтобы ты коленки не разбил. Так, это последний знак вопросика был верно. Темы пока не трогаем, не трогаем. Чертежи будем попутно искать. Давайте вот про таинственную ложку 40 по уровням. Это что такое? Это почему здесь? Чертежи. А, охота за сокровищами. 36-й, да, самый маленький? Ну вот этот, допустим. Подождать неделю и поговорить с чьей-ан фанели. Не уверена. А домой наведаться стоит. Это винодельни. Все чертежи доспехов. Вот это, да? Вкор вобьянка. Ну смотри. Тебе, судя по всему, подойдут котячьи и гроссмейстерские доспехи. Вон как по руинам скачешь. Гравитация. Сильнее Квена, да. Я, скорее всего, их и буду делать. Просто там мне для котячьих доспехов нужно вот такую стадию на них сделать. У меня там они на один шаг слабее, так сказать. В смысле, а как же показать весь контент игры? В смысле? Вы хотите все доспехи, чтобы я скрафтила? Вы че? Нет. Да ну! Ты помнишь, что мы два стрима вот эти вот волчи делали? Не-не-не-не-не. Думаешь, еще два стрима будут лишними? Ну смотри, в таком случае я тогда покажу все доспехи и останусь в дедовом тулупе. Такое тебе подойдет? Буду гроссмейстерским дедом. Ага, договорились. Вот и все. А, я хотела сказать, ничего себе, у нас свой кот и он нас любит. Ммм, показалось. Прошу прощения. Она поднимет метелку? Метелка испарилась. Жесть. Вот это недоработка, конечно. Так, ну, предлагаю повесить меч. Что-то еще у меня есть повесить сюда. Белый волк. Вот так вот. Поставить трофей меч нельзя почему-то. Вот сюда, может быть, тоже нельзя. Ну, там снаружи их можно было цеплять. Что ж. Вот так, да. Ага. Берекали. Где-то тут снаружи. Во. Мечка. Хотя, ненадежно. У меня в сундуке надежней. Да не, мне жалко. Можно я вам просто обычные мечи поставлю? Пусть байтятся. Типа у меня здесь такие мечи классные. А почему ты его не носишь? Он же лучше. Да? Ну, может быть. Защита от воров, типа. Ну, да. Но он лучше, и что? Но у меня здесь, если я сниму, у меня не будет 6 комплекта. Предмет комплекта. Я решу. А почему у меня написано предмет комплекта 0 из 6? В смысле? А, до гроссмейстерского уровня? А, так это у меня никогда и не работало. А я все время была уверена, что работала. Получается, нет. С другой стороны, я уже повесила картину. А ведь ее тоже могут украсть. Я ее забрать могу? Могу. Ладно. Молоток повесь, да? Я его поэтому и оставила. Так, ладно, это тоже спрячем. Тусенский рыцарь. И вот этот лучше моего. Вообще, да. Ну, ладно. Стенд с доспехами. Я думала, это дверь. Стенд с доспехами тут есть. Ну, вот это, наверное, впереди. Хотя это больше на этот похоже. Где картины рисуют? Ну, я не знаю. А сюда только мечи можно. Молот нельзя. Да, вот стойка для доспехов. Можно туда дедов тулуп повесить. Тогда все подумают, что воровать точно нечего. Ну, пусть так будет. Я не хочу украшать дом. Ну, не знаю. У меня же... Я коллекционирую в сундуке. Я не могу. Ага, нечего. А в гараже у деда точно что-то ценное есть. Кстати, да. Она все ест? Нет, кстати, испарилась. А вот она. Даже и не знаю, как я вам отплачу, ведьмак. Я не прошу платы. Надеюсь, тебе уже лучше. О, да. Я чувствую, как силы мои возвращаются ко мне благодаря заботе Варнавы Базиля. Ты вынесла страшные муки. Рад, что смог их облегчить. Да. Годы страданий. И знаешь, что было даже хуже голода. Смотреть за моими любимыми. Видеть, как мои дети стареют и умирают. У меня никого не осталось. Последний мой родственник давно умер. Боюсь, мне некуда идти. По виду ей не очень хорошо. Ну. Дом большой, менее огромный. Можешь остаться здесь. Правда. Не хочу злоупотреблять вашим гостеприимством, но... Да? После стольких лет страданий и голода я хочу одного. Наконец-то готовить еду, которая бы укрепляла, питала и радовала вкусом и запахом приправ. А потом сидеть за столом с остальными и есть. Если об этом ты мечтаешь, то не вижу никаких проблем. Ты могла бы помогать Варнелли Базилию на кухне. Я ел его, стряпню. Он не лучший повар на свете. Ничего не принесет мне больше счастья. Благодарю. Это я тебя благодарю? Этому дому не помешает женская рука. И вот еще о чем я хотела вам рассказать. Много лет назад мой отец собирал ценные вещи для моего приданного. Замуж я не вышла, так что сокровища так и лежат. Мне эти погремушки не нужны, но вот вам пусть они станут знаком моей благодарности. Если хотите их найти, сходите в мой старый дом. в Тростамару. Проклятый старый дом. Не пойду. У вас тут других не бывает. Несколько, но думаю, вы сумеете найти нужную. Так я и сделаю. Спасибо. Никогда б не подумал, что ты после всего захочешь заняться кухней. Боитесь, что в вашем доме я буду готовить вихтову похлебку? Надеюсь, в человеческом обличии у тебя вкус получше. Можете быть уверены. Я с детства любила готовить. Бабушка моя была истинная мастерица по части готовки. Ее бык, зажаренный целиком, славился по всей округе. Но ты же была госпожой целого поместья. Хотите сказать, женщина моего положения должна иметь повара? Да. И у меня были лучшие повара. Но блюдо придумывала именно я. Они их только готовили. Как можно зажарить быка целиком? Я просто представила, на каком костре или как... Вот я тоже. Думаю, как его жарили целиком. Уверена, что не заскучаешь без людей? Пока не знаю. Прошло слишком мало времени с тех пор, как расколдовали меня. Но пока что почему-то меня в город не тянет. В Вихтен, ты заходила в чужие дома. Да. Но только ночью, когда все спали. Я искала ложки. Помни, ты всегда можешь передумать. Если вдруг решишь, что хочешь уехать, просто скажи. Я бы не хотела показаться неблагодарной. Не хочу, чтобы ты оставалась здесь против воли. До встречи. Берегите себя, ведьмак. И помните, теперь вас всегда будет ждать теплая еда. Блин, кого бы мне тоже так спасти, чтобы мне кто-то теплую еду готовил. Я ненавижу готовить. Жесть, у меня дом полностью в неревгарских мечах. Ко мне зайдут и накол посадят. Как идут работы, Варнава Базиль? О, прекрасно. Общий ремонт завершен. А еще я позволил себе установить стойки для вашего оружия и доспехов, если вам захочется выставить их. Кроме того, я приготовил места для нескольких новых картин. Среди прочего, рабочие при расчистке винного погреба наткнулись на нечто весьма необычное. Мне кажется, в вашей милости стоит взглянуть. Если ты так говоришь, пойду посмотрю, что там. Что там, древнее венцо какое-нибудь вкусненькое? за этой стеной что-то есть. Ничего себе. Разобрать? Письмо Ялиуса Бан Гавхе Тому, кто найдет это письмо. Меня зовут Юлиус Бан Гавхе и если ты читаешь эти слова, то меня наверняка уже давно нет в живых. Из-за моего происхождения и связей моей семьи я был отдан на обучение в Бан-Арт, знаменитую школу для чародеев, но так никогда ее и не закончил, ибо всю мою жизнь гораздо сильнее, чем магия, меня привлекала органическая алхимия. Этой прекрасной науке я и посвятил лучшие годы своей жизни, а стол, рядом с которым ты наверняка сейчас стоишь, это плод моего труда. Если ты, подобно мне, любишь алхимию, полагаю, тебя обрадует эта находка. Однако, если эта наука тебе чужда, советую тебе по-хорошему, отойди, оставь и стол, и письмо в покое. Занятие алхимией может грозить неопытному любителю вечием и смертью. Если ты не бросил этого письма, прочитав последний абзац, полагаю, что алхимия тебе не чужда, а потому позволь объяснить тебе в нескольких словах, в чем заключается феномен спроектированного мной стола. Так вот, не вдаваясь в излишние подробности, я открыл формулу и создал инструменты, позволяющие трансмутировать мутагены, обладающие постоянной устойчивостью. Знаю, что это звучит неправдоподобно, но я с полной уверенностью доказал, что это возможно. Это, наверное, для этих навыков особенно ключу. Принцип трансмутации прост. Достаточно использовать стол, который я спроектировал. Если ты знаток арканов алхимической науки, ты наверняка знаешь, как это сделать. Если ты обычный любитель, гость, случайно забредший в это забытое место, отсутствие знаний убережет тебя от того, чтобы причинить себе вред. Тебе наверняка гложет вопрос, отчего же я скрыл от мира свое изобретение и почему не стал распространять эту формулу? Что ж, скажем, я всегда был несколько эксцентричен и всегда верил в то, что лишь слепая судьба, а не сами люди, определяют свое предназначение. К тому же, я не дождался потомства, а доверять делам моих рук, кому попало, я не хочу. Поэтому я пришел к выводу, что скрыть от мира этот стол будет лучшим выходом, а остальное за меня решит судьба. И, конечно, если моя теория верна, она приведет сюда кого-то, кто сумеет не просто использовать мое изобретение, но и сделает это к собственным пользе и удовольствию. Прав ли я, покажет время. Мудро пользуйся моим даром и будь здоров. Юлиус Бан Гавхе, алхимик. Что такое? Дополнительный заряд для бомб и эликсиров. Ничего себе! Только дом отдраили, а опять пыль уган поднял. Ну, подумаешь. Вернуть корвобьянка былую красоту. Ты знаешь что-нибудь о лаборатории в погребе? Может, кто-то из прежних хозяев интересовался алхимией? Лаборатория? Алхимия? Я об этом ничего не знаю. Но, полагаю, для ведьмака это очень интересная находка. Так и есть. Она была замурована, а оборудование очень старое. ее хозяин жил в корвобьянка задолго до твоего появления. Кто бы это ни был, он знал толк в своем деле. У него были мензурки и колбы из драконьего стекла, перегонные кубы, венгерометры. Простите, Ваша милость, я не очень разбираюсь. Словом, это оборудование прямо игрушка, произведение алхимического искусства. Одно дело готовить эликсиры на костре и совсем другое в такой лаборатории. Никакого сравнения. В таком случае, я счастлив, что вы ее обнаружили. Мне здесь и правда начинает нравиться. Продолжим наш ремонт? Как ты думаешь, Базиль? Как пожелает ваша милость. Хотите осмотреть дом или подворье? Не стрёмный смайл от Пикачу он подходит идеально. Я тебе пельмени буду готовить? Меня спасай. Не, ну пельмени я и сама умею. Что там? Водишку разогрел, бросил пельмени, потом их бахнув. Не, так не пойдет. Что-то меня затянуло этот ремонт. Что бы еще такое? Блин, кстати, у нас 50 тысяч. Мы почти вернули былую мощь. У нас было 60 чем-то. Порядок подворья. Починить конюшню, вернуть былое великолепие саду госпожей Болюс. Ну, слушайте, я тоже умею немножко готовить. Я просто не люблю плотва достойно просторной конюшни. Моя лошадь. Ты ее видел? Мы вместе через многое прошли, и раз уж у меня появился настоящий дом, то и она того заслуживает. О, хорошая конюшня признак доброго хозяина. Как только вы распорядитесь, я сейчас же велю начать работы. Две тысячи. Бонус к выносливости лошади. Жесть. Плотва заслуживает лучшего. Надо отремонтировать конюшню. Я немедленно приступаю к работе. Наем работников и весь ремонт займут, наверное, не два. Чем еще могу вам служить? Видишь ли, иногда мне нужно сварить эликсир, а нужные травы не растут поблизости. О, так ведь старый сад госпожи Нины, супруги господина Болюса, прекрасно подходит, чтобы выращивать там травы. Там хватит места даже для кустарников. Хорошая мысль. Разведение редких трав сэкономит мне массу времени. Не придется их разыскивать. Виноделие развивать будем? Ну, да. Я лишь скромный исполнитель вашей воли. Думаю, через два дня мы могли бы посеять первые травы. Чем еще могу вам служить? А первые вина, когда мы будем делать? Если вложить в этот дом немного денег, он станет более пригодным для жизни. Да, он более чем пригоден для жизни. Воспользоваться случаем, и раз уж мы закончим... Ведьмак, который спал на камнях, еще будет что-то говорить, что его надо еще лучше обустроить. Кроме того, я бы порекомендовал перекрасить стены в гостевой комнате и сменить там мебель. Полагаю, там больше ничего и не потребуется. Тысяч пять, да? Я вот думаю, не купить ли кровать поудобнее? Прекрасная мысль. При вашем роде занятий и отдых вопрос чрезвычайно важный. Скажите, и я тут же закажу ложе в мастерской, которая поставляет мебель княжескому... Прямо ложе? Ай, все деньги спускаем. Скажи мне кровать. Думаю, в моем возрасте уже пора. Без всяческого сомнения. Я сей же час отправлю гонца. Завтра в это же время кровать будет на месте. Берегалепно. Что-нибудь еще? Что я мог бы для вас сделать? Тогда пиццу и ресторанные блюда буду тебе готовить. Ого. Ну, смотрите. Со мной тяжело, мне молочку нельзя. Придется там это прям думать. пригодилась еще одна стойка для оружия. Не есть, что выставить. Я знаю в городе столярную мастерскую, где из обычных... Сейчас я еще и глютен не ем. Шедевры. Как только распорядитесь, я тут же сделаю заказ. Не, стойки для оружия... Ну, зачем? Или... Чат. Давайте устроим голосование. Выставлять ли мне самые лучшие мечи и самые красивые доспехи? Будем мы дом делать красивые. Мне про нее просто жадина. Нет? А зачем нам тогда пустые стойки? Ну, купи все. Мне кажется, в сундуке оно лежит вот более сохранно в безопасности. Что-нибудь еще? Что я мог бы для вас сделать? В хозяйстве пригодится. Хорошо. На пути мне встретилось немало прекрасных доспехов тонкой работы. Некоторые неплохо смотрелись бы в этом доме. Совершенно верно. Они придадут интерьеру более ведьмачий характер. Прикажете заказать стойку? Харунджи хорош. Переносишь молоко, но недалеко. Да. Только убедись, что они сделаны на совесть и не рухнут. Само собой, разумеется, ваша милость. Нет ничего хуже прекрасного доспеха на дурной стойке. Завтра в это же время они уже прибудут в Корво Бьянку. Что-нибудь еще, что я мог бы для вас сделать? Я тут думал о комнате для гостей. Ну, чтобы я ждал гостей, но... О, это не имеет значения. Комната для гостей обязана быть в каждом уважающем себя доме. А вдруг кто-то внезапно захочет проведать вашу милость? Да, чем раньше начнем, тем лучше. Сразу видно человека дело. Я займусь этим лично. Полагаю, через два дня комната будет готова. Что-нибудь еще, что я мог бы для вас сделать? Все, да? Ну, все, видим. Спасибо. Да, дом и так великолепен. Я не хочу. Вот нервгардских мечей этих натыкала и все. Я и картину пойду спрячу. У меня вот я ее повесила, а потом подумала, что это все мое родное и оно должно в сундуке лежать. Я так не могу. Так, придет кто-нибудь, а тут картины. Бери, не хочу. Моя натура собирательская. Сейчас мы вот это все барахлишко свое повыкладываем. да. Сундук надежнее, согласна. розу мы оставляем. А ключи от особняка надо? Наверное, нет. похудеем, а то у нас там сто чем-то килограмм надо, чтобы семьдесят было. Серебряных ложек жемчужин. Записка. Любимые мои сломанные грабли. Так, а вот эту бумажку зря. Бумажки нам тут не нужны. О да, посмотрите на это. Вы только взгляните. Самый богатый в мире ведьмак. Что это такое? Вот это белок мутировавшего яйца, кошель, платок с монограммой. Ух. И лопата вон это вот та самая. Этот меч тоже красив. ой-ой-ой-ой-ой. Вот они, коты, да? Или где нет, коты не так. Вот это кот, скорее всего. У нас отличный, нам нужен улучшенный. Вместо винодельни свой магазин оружия, доспехов домашний домашний утварь откроем. Да он богаче королей. Да. 44 453. Найдите других игроков в гвинт. 19 из 24. Дом милый дом. Потом это о чем? Ремесла, профессии, купеческая гильдия. А, нет, мы по уровню будем делать. Куратор выставки. Выставки чего? Не суть важна. Ой-ой-ой. Как выйти-то? Там пазанерии хорошо кормят. А, пазанерии хорошо кормят. Я рада. Но мне хотелось бы, чтобы вы меня тут хорошо кормили. Куда? Классный звук. Можно его почаще, а то я до конца глух. Любимец сиятельной книги. О, меньшее контузило. Опа, смотрите. Видели, как они ходили сейчас? Не пудри, ведьмак. Нормально. Работа, выиски. Расходитесь. Расходитесь. Какое платье красивое, вы посмотрите. Ой-ой. Еще одно платье, которое стример себе хочет. Закрывается до особого объявления. Прошу всех разойтись. Памятник закрыт. Они просто новый танец тренируют? Новый тренд видела? Нет. Что тут творится? Держи меня, пророк Лебеда. Я же сам не сдержусь. Ясно же сказано, на сегодня памятник закрыт. Зелененькое там тоже нечего платьичка. Но воротники не моя эстетика. Интересно? Да. Рассказывай, что там со статуей. Лучше раз показать, чем сто раз рассказывать. Пойдем, сам все увидишь. Ты что, Йеннифер за мной следит в капюшоне? Вот и он. Гордость наша Режинальд Де Брэд. Величайший любого и вкуснейший фехтовальчик. А кроме того, виртуозный музыкант, мастер игры, на Арфе. Что с ним не так-то? Как бы это сказать? Он лишился своего достоинства. Кто-то украл яйца у статуи. Ну, это же никакая попала статуя. Это сертифицированная копия, для отлива которой использовались подлинные гениталии Режинальда. Режинальда. каждый, кто их погладит, получает необычайную любовную силу. Каждый оплативший билет, разумеется. Ты должен найти эти яйца. ты меня заинтриговал. Расскажи ко мне об этом Режинальде. Долго придется рассказывать. По легенде, он спроектировал весь Баклер вместе с архитектором Фарамоном. Уже впечатляет. Точнее, именно Режинальд виртуозно распланировал точные пути отхода для застигнутых любовников. Позже он и сам ими пользовался ни единожды. Не из страха, разумеется, а чтобы соперников не убивать на дуэли. Ты знаешь, когда произошла кража? Пару часов назад самое большее. Когда я проводил последних экскурсантов, это было совсем недавно, все было на месте. Подозреваемые есть? Учитывая, что яйца Режинальда истинное сокровище, это мог быть кто угодно. Кто от такого откажется? Мне надо осмотреться. Может, найду какие-то зацепки. Делай, что считаешь нужным, но найди яйца Режинальда. Без них весь туристический сектор Баклера повиснет на волоске. На волоске! Спокой, Режинальд, спокой. Скоро ты будешь целы, не врети. Явные следы пилы. На. Хирургически точная кастрация. Да ну не то ты смотришь, герой, вот это. Хирургически потенциальная кастрация. Все получится. Должно получиться. Спокойно режим. Глочок плаща с синево-надушными одеколонами. Этот запах должен привести к вору. А вот и орудие преступления. Алмазный резец. ой, матка, пошо это вы слова всякие там употребляете, хоть и со звездочками. А? Я бы съел фуагра. Ты смотри. С лучком, с дёрнышками горчицы. А теперь пойду выпью. Это же поэзия. Ну да. Ничего не бойся. Тут такой воздух, что никогда похмелья не бывает. Эй, рыцари, дамы, бродяги, дворяне! Эти шрамы, этот взгляд! Меня прямо бросает в дрожь. в жилах тусанта течёт эст-эст. Запах ведёт к этой двери. прошу прощения, помешал. Всё не так, как кажется. Слово чести, я только оступился, запнулся и вот упал, а она там уже лежала. Тсс, Жюс, это не он. Это что, это вселенная аниме, где кто-то запнулся и обязательно упал трусиками на лицо и вот это вот всё, да? Хорошо. А я вставал и всё, падал и падал. Вы кто такой? И что вы делаете в моём доме? Убирайтесь! Не то я гвардию позову. Повежливей, дед, я хочу с тобой поговорить. Вы, мне кажется, нам не о чем разговаривать. Да есть, есть о чем. Должен признать ты в замечательной форме для своего возраста. Здоровое питание и стаканчик вина по утрам прекрасно сохраняют. Интересно, а ты слышал когда-нибудь про статую Режинальда Деобре? В этом городе каждый о нём слышал. Он же национальный герой. И вам всего хорошего, пельмень. До свидания. Спокойной ночи. Юли, ты украл яйца Режинальда. Я в этом совершенно не знаю. Я сейчас всё объясню. Это Режинальда. Режинальда. Я знаю, что ты там. И ты, и твой хахай. О, нет. Ещё и он. Сегодня, правда, не мой день. Попался, паршивец. Выходи на бой. Ах, ты. Что, что делается? Режинальда. Одного бы я тебя просил. Но двоих за раз. Погоди, погоди. Я здесь ни при чём. Думаешь, я такой наивный? Вот я тебя тучу лезь к чужим жёнам. Ну, опять мы... Иди домой. Да он дома. Я сейчас не до того. Иди. Иди домой. Да. Так будет лучше. Я уже ушёл. А куда ты пошёл? Иди спать. Это же его дом. или они не живут вместе. Но без вас для меня всё закончилось бы прескверно. Благодарю за спасение. Ага. Так. Надо поговорить. Розалинда. Любимая. Ты нам позволишь? Ну ладно. признаюсь, я украл эти яйца. И вы не поверите, но они и правда действуют. Мы с Розалиндой сегодня уже три раза. Три раза? Впечатляет. А то как же в моём-то возрасте? За день больше, чем за прошлые десять лет. все таки ты украл эти яйца и должен их вернуть. А в чём проблема? Приходил бы гладил и ждал шёл по своим делам. мы договоримся? оставьте мне яйца, а я вам заплачу. Не заставляйте себя упрашивать. С ними я снова молод. Нет, ты делись со всеми. речи быть не может. Я должен забрать эти яйца. А если я оставлю их себе ещё на денёк или на два, ну или на три, не больше. За 669 только разве что, ты мне таких денег не дашь. Знаю я вас. я думаю, ты и без них неплохо справишься. Точечки? Я не помню, куда идти. За скандал накажут плёткой. Есть закон про это чёткий. Э? Может просто ночь? Это банк, я помню, со справками. А где кружочки? Я не помню, идти играю. А что-то я не понимаю, а почему? Мне же не нужно их потрогать перед этим, тем, как отдавать, но я не знаю, что, почему. Ну, ладно, давайте разберёмся с этим на следующем стриме. А сейчас закончим. Как раз времечко уже. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что сегодня пришли. Всем спокойных ночей, приятных аппетитов, хороших вечеров, всего хороших и увидимся с вами на следующем стриме или в следующей серии. Всем пока-пока. Субтитры